Последние штрихи. Благоустройство общественных территорий областного центра полностью завершится уже в этом месяце. В понедельник объекты посетил глава региона Станислав Воскресенский. Троицкий сквер готов уже давно. Здесь вместо неухоженных зарослей и кустарника появилось полноценное место отдыха для горожан. Со скамейками и дорожками, вымещенными цветным искусственным камнем. Но и это еще не все. Все деревья, которые удалось сохранить, мы сохранили. Значит, следующим этапом у нас по этому скверу будет ландшафтный дизайн. Будем смотреть, как можно здесь высадить деревья, чтобы не было такого голого пространства. И публичное слушание по этому поводу проведем. Чтобы в анекдоте не было, жалко, что у меня еще много идей. Надо с профессионалами посоветовать. Сейчас есть, вот нам когда делали в Палихе, там, оказывается, это целая наука. В каком климате, какие деревья лучше. Лучше посадка что-то не сразу вырастет. Но это, конечно, пока да, это пока наметки сквера. Это еще не сквер. Одним из самых масштабных проектов этого года по объему работ и по финансированию стала площадь Ленина. Здесь задачи были те же – благоустроить комфортное место для отдыха горожан. Но воплощение другое. Газонов здесь нет, деревьев тоже будет немного. Всю территорию вымостили камнем, хотя стилистика малых архитектурных форм такая же, как в Троицком. Уместен ли такой экостиль в центре города – дело вкуса каждого. А еще на центральной площади появились сухой фонтан, торшерное освещение и кое-что для Иванова совершенно новое. Вот на фонарях стоят проекторы. Они проецируют рисунки, сейчас их просто не видно на поверхность земли. Я думаю, детям это понравится. Плюс у нас грунтовые светильники есть, более мощные, подсвечивают Ленина. Благоустройство территории стоило 72 миллиона рублей. Реконструкция завершена на 100%. Остались лишь работы, которые не входили в изначальный проект. Не завершены работы 5%, которые ранее не были предусмотрены контрактом. Это сходы у нас от велосипедной дорожки. Три схода, которые было принято решение выполнить все-таки в этом году. На сегодняшний момент работы по этим сходам ведутся. Устроены тепляки, так называемые, у строителей, которые позволяют даже в отрицательную температуру ввести работы. Оценить обновленную площадь Ленина уже может каждый Ивановец. Площадь открыли для посещения. А ближе к Новому году обещают, как обычно, установить здесь праздничную елку. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.